Итак, продолжаем миссии Польдзери проходить, ребята. Следующая миссия у нас... Аджек Доробей. Называется «Детектив. Вы же не говорите». Или «Вы же не говорите». Вот, номер один. Недавно у Коула появился знакомый из полиции, являющийся детективом, и однажды он позвонил Манграду. Три звезды, почему-то у миссии. Но мы же знаем, что я исправлю ситуацию. У нас такие элитные миссии, значит, сейчас. Алло? Детектив Лаям. Это департамент полиции. Колб, появилось одно дельце на твоего дружка. Неужели на Зика? Детектив, вы же не говорите, что... Нет, тюрьма его не ждет. Его ждет вынос приговора в здании суда. А адвокаты, убитые ополченцами, все до единого, причем еще год назад. Есть вопрос. Что вообще Зик сделал? Мистер Данбар совершил убийство. Точнее, массовое убийство. Твою мать, Лаям, почему я узнаю об этом только сейчас? Потому что это произошло два часа назад, и случилось это в топливном заводе. И за два часа успели умереть все адвокаты? Какое совпадение? А где именно? Рядом с мостом. Мы тебя ждем. 15 минут спустя. Хм, почему же никому нет? Эм, что? Зики, показывающие факи? Какого? Что-то здесь не так. Что за черт? Крушитель из красного свечения? Да что здесь мать твою происходит? Что? Куда я попал? Что это за город? Ты кто такой вообще? Меня зовут Коал Макград. Что? Меня так же зовут? Коал, это какой-то фигней накурили, вот честно. Зик появился. Коп появился. А вы кто, блин, такие? Тот же вопрос. Почему бы все оказались здесь? Другой Коал, другой Зика, какой-то полицейский. Странная ситуация. Я приехал на место преступления, никого не было, пока не появились пять моих напарников, показывающие мне факт. Потом они превратились в мозг, как только я начал биваться, я оказался здесь. А тебя как зовут? Джон Уай... Ну ни хрена себе. Странно. Джон в моем мире является проводником, управляющим разумом. Он не работает в полиции. В моем мире вообще не существует такого человека. Значит, мы все из параллельных миров? Видимо, так и есть. Наконец-то вы поняли. Детектив Ло-Ям? Да. Я собрал вас здесь, чтобы заявить об одной угрозе. А какой угрозе? И откуда ты вещаешь? Один из миров на пороге уничтожений, все благодаря зверю. Его зовут Кол Маград. Он решил полностью уничтожить людей. Чего? Он решил спасти всех проводников, при этом поставить человечество на колени. Отернативная версия меня? Интересно, но почему вы собрали именно нас? Вы являетесь героями в своих мирах. Величайшими героями. Понимаю, вы друг друга не знаете, разве что имена знакомые. Но хочу сказать, что прямо сейчас отправитесь в этот мир. Детектив Ло-Ям, походу, сам по себе проводник не хуже Кол, раз может призывать существ из параллельных миров. Откуда он вообще знает о параллельных мирах? Тогда кто ты на самом деле? Меня такой зовут Ло-Ям. Я являюсь тем, кто следит за всей мультивселенной. А, ну, все. Тогда все сразу стоит на свои места. Мультивселенной? То есть это несколько вселенных в одной? Да, но оставим разговоры. Вам нужно... Погодите. А почему бы тебя не уничтожить этого зверя? Я могу только смотреть со вселенными. Я не имею огромной силы, в отличие от вас всех. Ну что же, параллельные друзья, отправляемся спасать человечество? А зачем спасать какую-то еще одну альтернативную реальность, если все равно будет другая реальность, в которой случится то же самое? Ладно, мы сделаем это. Да! Абсолютно. Раз все согласны, тогда я открываю вход. И все равно я не понимаю, что за фигня была с диками, показывающими фак и монстрами. Это такой способ... Способ перемещения между реальностями? И как же зик, который устроил массовое убийство, это была чисто приманкой, чтобы укол сюда пришел? Извиняюсь. Я хотел сделать классный звук, но из-за этого вышла какая-то херня. Хотите увидеть продолжение? Да! Хочу! Хотите больше узнать о параллельных людях? Тогда... Подписывайтесь и ставьте лайки. То... А, ту-би... Континет! Жесть. Интересно, как он изоборотит зверя в новой части, и как мы будем его побеждать? Это же колос плохой концовки, вы поняли? Да? И мы, типа, эту плохую концовку будем разруливать. Интересно. Так. И еще у нашего любимого Жака Доробея есть вот Infamous First Problems. И там есть как бы два варианта прохождения. По хорошему пути и по плохому. Видите, у каждой части есть Good, Bad. Но мы пройдем только первую часть, вернее, пролог. Вот. Две с половиной звезды! Охренеть! Кто ж такой рейтинг ставит, а? Событие происходит спустя 4 месяца, а именно после смерти Куала. Остальное вы узнаете вместе. Только пролог. Остальное пока еще не готово. Ну, по крайней мере, он не просил меня это проходить, и... Раз он не просил, то я не буду. Если захочет, попросят, я за это сделаю. Для атмосферы советую выклить Infamous Second Son Main Z. Я не знаю, это оно или нет. Написано в Infamous Second Son Main Z. После того, как инкибитер был активирован Коулом, оказалось, что проводники остались живы, но они не были такими добрыми. И началась война людей и проводников. Шла она 4 месяца. Проводников ненавидели, убивали беспощадно, пока не появился Дэз. Департамент единой защиты занимается тем, что он отлавливает проводников и сажает в тюрьму Херденкей. Их влияние началось сначала с событий, а именно Нью-Море. Возвращаюсь из Лондона в Нью-Море, а тут такое. Дэз и его посты наводят ужас на жителей города. Какие же у меня были причины приехать обратно? Проводник по имени Эдмунд Крейг покалечил моих близких друзей и... Матильду. Мою Матильду. Он заплатит за это. Для начала в городе нужно найти убежище. Ах да, меня могут и не пропустить. А знаете почему? Потому что у меня есть Дэн проводника. Приложите палец к сканеру. Обнаружен проводник. А зачем оно уничтожение? Так и думал. Их слишком много. Какая глупая смерть. А это кто такой? Снова этот защитник. Открыть по нему огонь. Идеально. Надо удирать. Чёрт, они стреляют. Бегите, управляя левым стиком. А я точно туда бегу? Наверное, да. Фух, вроде оторвался. Входящий звонок. Алло. Привет, Дэйв Уорд. Ай, меня значит так зовут. Кто это? Откуда вы знаете моё имя? Это тот самый чувак, который острелял нескольких бойцов Дэза с крыши. Ну и как же тебя звать? Называй меня просто Кебин. Вижу, ты хороший пацан. Давай встретимся в одном из ангаров. Хочется с тобой поговорить наяву. Разрешу тебе у меня переночевать. Я тебе скинул координаты. Откуда ты знаешь мой номер? Я не только хороший стрелок, но и взломщик на паромах. А, ну и взломщик не пробах. Взломщик на паромах, блин. Столько умений. Да вообще, кстати, для тебя уже всё обустроено. Да ну. Хорошо, сейчас приду. Отключение звонка. Какой-то он слишком добрый. Ну, дальше посмотрим. Вон, мы уложились почти во всю тему. Я не знаю, дали эту тему. Называется, информация, констант Мэйн Зэм. Вы уж извиняйтесь, если я перепутал. Вот так вот. И ещё одна миссия от Джека Доробея. Это бессильный, который он сделал совсем недавно. Найти бы её только. Бессильный. Написано большими буквами, думаю, найду. Вот он. Новая... Ух ты, нифига себе. Новая мини-история, как ветеран. Здесь будет рассказываться о самом обычном человеке, который попадает в кое-какие обстоятельства. Бессильный. А, он сказал, нужно как... Ну, как он сказал тут, короче, сейчас тебе прочитаю. В сообщениях. Он мне сказал про эту миссию что-то, а я не помню что. Когда будешь играть бессильным, ожидай то, что будет непривычно для тебя. И он ещё сказал, что я могу не разобраться в произошедшем, потому что это будет для меня лютым трэшем. Обязательно. Погода хорошая сегодня. А то эти дождливые дни мне в последнее время... Так, ещё раз. Погода хорошая сегодня. А то в дождливые дни в последнее время меня напрягали. А то эти дождливые дни в последнее время меня напрягали. Вот. А то я не так прочитал. Сегодня выходной, так что на работу мне не надо. Я хочу встретиться со своими друзьями возле форта Филипп. Я хотел как-то скрасить свои серые дни, побывав вместе с давними друзьями. Я просто не хочу быть один. Все меня знают как Джек Кроули. Выдающийся писатель, но без сверхсил. А такое в наши дни редко встретишь. Семь миллиардов человек имеют какие-либо силы, а маленькая оставшаяся часть бессильная. Фига себе, блин, поворот. И вот я уже близок к форту, но... Почему много полицейских? А нахрен полицейские, если повсюду с них люди? Офицеры, что происходит? Форт захватили террористы внутри заложники. Стоп. Вы Джек Кроули? Да, слушайте, у меня в форте друзья. Я всё понимаю, но вам туда нельзя. Вы же бессильны, и вы ничего не сможете сделать террористам. У меня вопрос к вам, детектив Кингсли. Почему вы стоите на месте? Меня зовут Эрик Кингсли, детектив. Подобные инциденты уже случаются не раз. Я взялся за это дело. Наверное, нужно было наоборот читать. Но не суть. Мы просто о планах думали. Сейчас будем наступать. Итак, парни, я иду первый. Ой, ладно, я иду первый. На колени! Чувак, проследись за ним, я вернусь к заложникам. Ну чё, как тут у нас с заложниками? Всё путём, Кроун. Кроун. Да ну нахуй этого Кроун. Я тоже хочу поуправлять заложниками. Прям без запикивания, нормально так. Нужно воспользоваться своим контролем разума. Встань! А чё-то он не хочет. А, устал. Убей своих коллег. Убить своих коллег. Это как сила, короче, у Звёздных войн. Убить своих коллег. О, Эрик возвращается. Что-то здесь не так. Да, он стоит циррозовым. Ну что же. Я должен убить вас. Ты что творишь, придурок? Звуки выстрелы. Ну и конечно, меня должны были ранить, чтобы не испортило всю картинку. Ты всегда был упрямым. Как же мне плохо. Каждая помочь ему стать. А что же я ввязался? Я понимаю, что опасно, но мне хотелось как-то помочь. Теперь придется терапевтический саду с одним из охранников. Фрэнк, приди сюда. Нужен тот, кто бы охранял дверь. Ладно, Крова. Пацаны, я пошёл охранять двери. Хлоя! Что, Карл? Мне кажется, что сейчас идеальная возможность сбежать. То есть? Ты сейчас силы мысли делаешь их неподвижными, а так как я пуль непробиваемый, я их избиваю. Ладно. Что? Почему я не могу сдвинуться? Так надо. Бшшш. Бшшш. Почему мы не могли так сделать раньше? Действительно. Скорее всего из-за паники. Теперь нужно дождаться удобного момента. Как же раскалывается голова. Я считаю, нужно наступать. Тогда я пойду с вами? Угу, конечно. Нет, для вашей жизни это опасно, Джек. Джек, останьтесь здесь, а все остальные за мной. Смотрите, как я ранил полицейского, и он горит молниями, типа. Как будто он тоже такой сверхчеловек. Они наступают, я создам преграду. Нормально, так взял, создал каменные штуки. Твою мать. Это надолго не задержит, так как копы своим огнем могут даже бетон расплавить. Тогда вызывай подкрепление, а я за заложниками. Блин, он идет, Вилсон, ты же становишься невидимым. Карл, я тебя понял? Слушай, нужно подкрепление, нам копы мешаются, мы в форте, прямо сейчас. Что с тобой, Фрэнк? Напал невидимка. Прорвемся, парни, это не типа плавит бетон. А это, этого избивают? А это что значит? Мы пришли. А, это подкрепление. Вы вовремя. Так, эти ворвались. А, это кто? Это, наверное, друзья вот эти, те самые, да? Нормально так. Вот это нормально. Как я описывал битвы в своей книге, этот бой ожесточенный. Все хотят выжить, все готовы вырвать друг другу глотки. Всем бойцам и солдатам вы полдолг сражаться и ничего больше. И вот эти молнии, прямо как в тему, а? Я перед собой это и вижу. Причем там мои друзья, я никак не могу им помочь. Или же нет? Ладно, я готова взорваться, чтобы убить вас, ублюдки. Нет! Последствия. Все мертвы. Даже я. Но я все еще могу мыслить и думать. То, что у людей есть способность, означает войну, кровопролитую и никчемную войну. Сверхсилы дают возможности, благодаря которым в мире появилось очень много терактов, которые предугадать нельзя. Правильно ли было решение бежать навстречу погибели? Не знаю, так как я уже сделал свой выбор. Но я удивлен, что я могу думать во время клинической смерти. А умираю ли я вообще? Не чувствую что-то приближение. Смерть, судьба, навряд ли. Так как я начинаю ощущать тепло. Я понимаю, что кто-то идет, слышны шаги из преисподней. Это был не человек. Это был не добрый самолетянин. Это был дьявол в облике Бертрана. Бессильный. Диент. Какой чё-то дьявол. Я уже думал, что типа у него не было способностей, а типа выяснится, что он в итоге бессмертный. А нет. Очень оригинально, что такая вот сверхлюдская борьба происходит. Так, у вас-то одна минута. Наверное, мы на этом закончим. Будет немножко коротенькая часть. Зато в следующей мы пройдем миссии от нового хорошего автора. Нейлзе Хедж Фокс. О да. Ждите следующей части.